Всем привет, дорогие друзья! С вами снова канал БТСШ и снова давайте немножко о губах. Если вы еще не смотрели мое видео о 10 главных правилах ухода за губами в холодное время года, скорее бегом смотрите. Если вы смотрели, то вы знаете о том, что там я миллион раз упоминала увлажняющий бальзам или геническую помаду, которая нам просто крайне необходима в нашей жизни. Мне написали несколько вопросов о том, как же правильно выбрать этот самый увлажняющий бальзам и по каким вообще критериям. Наверное, многим из вас знакома история, когда ты каждые 20 минут мажешь губы бальзамом и вроде как воды достаточно пьешь и все должно быть хорошо, но губы постоянно стягивает и сушит и тебе хочется мазать их еще и еще. К сожалению, некоторые нечестные производители добавляют в увлажняющие бальзамы для губ, компоненты, которые их очень сильно обезвоживают. И, соответственно, чем вы чаще мажете, тем сильнее ваши губы обезвоживаются и тем чаще вам нужно их будет мазать в дальнейшем, тем быстрее у вас закончится ваше средство и, соответственно, тем быстрее вы придете за покупкой нового. Поэтому решила с вами поделиться несколькими советами о том, как правильно выбрать бальзам, а точнее, что должно входить в состав этого бальзама для того, чтобы отвечать вашим требованиям. Итак, в состав увлажняющей помады. Вот, например, такой. Должны входить растительные масла. Кокосовое масло ши, абрикосовое масло карите, масло виноградной косточки, органовое масло, а также касторовое масло. Эти ингредиенты очень хорошо будут способствовать увлажнению. В составе заживляющей помады должны содержаться витамины А и Е, календула, ромашка, алоэ вера, а также, вот интересно, эфирные масла перечной мяты. У меня вот есть заживляющий бальзам, который включает в себя, помимо бесконечного количества масел, peppermint oil. Это и есть то самое масло перечной мяты. Оно очень хорошо заживляет, при этом очень приятно освежает губы. Конечно, нет возможности у каждого из нас рассматривать состав помады, к тому же, что он, естественно, написан мелкими буквами, и чтобы его усмотреть, нужно сильно стараться. Но мой вам совет, все-таки, уделять этому внимание или хотя бы смотреть, чтобы в состав помады не входили такие элементы, как различные силикаты и силиконы, потому что они очень популярны в производстве помад и блесков, они позволяют делать средство более глянцевым, более блестящим, но при этом они очень сильно стягивают губы, если это какое-то уходовое средство. Затем, вот обращаю ваше внимание, ваше средство не должно содержать ментол. Перечная мята, да, ментол нет, потому что ментол очень сильно высушивает губы. И, наконец, салициловая кислота. Салициловая кислота отличный помощник в борьбе с акне. Если у вас есть проблемы, проблемная кожа, то салициловая умывалка ваша палочка-выручалочка, потому что салицилка очень хорошо помогает удалять верхний слой эпидермиса, и также оно провоцирует легкий отшелушивающий эффект. Салициловая кислота вам не поможет ваши губы увлажнять. Если вам нужна какая-то помощь в выборе, то, пожалуйста, обращайтесь, я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы, пишите их в комментарии, не забывайте подписываться на мой канал, любите себя, сияйте здоровьем, улыбайтесь красотой, ваше БТСШ.